К сожалению, кризис в отношениях России и Запада у нас перешел в состояние стагнации. И если изобразить это, к сожалению, мне эта идея пришла изобразительно поздно, когда уже ничего нельзя было нарисовать в виде презентации, мы идем как бы по понижающей, по нисходящей от одного негативного плато к другому. В 4-й год кризис на Украине, мы падаем вниз. В 8-й год кризис в грузино-осетинских отношениях, а это проявление более глобального кризиса, мы падаем вниз. В 13-й, 14-й год мы снова падаем вниз и фиксируемся на этом негативном кризисном плато. К счастью, есть усталость от кризиса у всех вовлеченных в него сторон. И эта усталость от кризиса является единственной надеждой на выход из него. Никаких других моторов, которые бы вытягивали Россию и Запад из этого кризиса, нет. Искусственно придуманный мотор, как мы пытались это сделать в ситуации с Сирией на каком-то этапе, этот двигатель, эта движущая сила, она не работает. Поэтому из кризиса придется выходить достаточно медленно, используя огромное количество небольших зацепок, небольших элементов, движущих нас в сторону от этого крайне негативного положения. Наверное, можно прогнозировать, что поводом, я специально использую это слово поводом, претекстом неким для выхода из кризиса, по крайней мере с российской стороны, станет новое президентство. Я не говорю новый президент в России, новое президентство. Потому что всегда новое президентство – это возможность пересмотреть без потери лица политику, скорректировать ее, двинуться вперед, поменять какие-то совсем одиозные фигуры в руководстве. И я думаю, это совпадает и с циклами, по крайней мере в европейской политике, если смотреть на кризис в его санкционном проявлении. Понятно, что до конца 2017 года санкции нам обеспечены, никто их не будет отменять на рубеже 2017-2018 годов в ожидании президентских выборов. Ну вот, в середине лета 2018 года мы можем на что-то надеяться, можем готовить своеобразный выход из кризиса. Очевидно, что центральным элементом этого кризиса по-прежнему является Украина. Украина при этом не в ситуации с Крымом. Все мы понимаем, стало уже банальностью говорить, что Крым и Донбасс это две разные, совершенно разные проблемы, хотя они связаны с одной страной или с теми же самыми двумя странами Украины и России. Когда мы говорим о разрешении кризиса на Украине, мы говорим прежде всего о прекращении вот этих вялотекущих действий и активного сепаратизма в Донбассе. Украина является абсолютно необходимым ключом, абсолютно необходимым этапом для выхода из кризиса отношений между Россией и Западом, но этот этап и ключ сами по себе недостаточны, но еще раз говорю, абсолютно необходимы. Без решения или такого позитивного замораживания ситуации на Украине мы не выйдем. Почему не недостаточны? Потому что в целом в отношении Запада у нас есть и в отношениях Запада с Россией целый ряд нерешенных сюжетов. Первое – это полное отсутствие долгосрочного видения отношений России и ЕС. Взаимной концептуализации этих отношений у нас не происходило, наверное, с 2005 года, когда мы придумали вот эти четыре пространства, которые так и не создали, которые были перечеркнуты 2008 годом и потом просто отсутствием переговоров между Россией и ЕС. Традиционные разговоры на экономическую тему в связи с нормами и правилами ВТО решила сама ВТО, когда Россия туда вступила. У нас также отсутствует адекватное видение Соединенных Штатов, которое еще... Это и формирование этого видения на самом деле затрудняется достаточно быстрыми, пока еще не до конца осознанными изменениями во внутриполитической жизни США. Мы видим, о чем мы сейчас начинаем говорить. Мы возвращаемся к проблематике 70-х, 80-х годов. И вдруг в ситуации абсолютного, еще раз говорю, эмоционального, психологического, политического кризиса мы начинаем говорить о достаточно искусственных вещах, связанных с новыми правилами игры в сфере вооружения, стратегических вооружений. К счастью, проблематика стратегических вооружений, на мой взгляд, сейчас далека от того, чтобы быть проблематикой реальной. И за этот традиционный мотор российско-американских отношений вряд ли опять-таки нам удастся сейчас зацепиться. В отношениях США мы должны искать новые элементы взаимного притяжения. Еще один важный, на мой взгляд, момент – это отсутствие видения у России отношений со странами центрально-восточных, Европы и Балтии, что на самом деле приближает нас, собственно, к месту проведения форума. Когда мы говорим о кризисе в отношениях США, как пути его улучшения, это обязательно диалог с Вашингтоном. Дальше мы выбираем несколько европейских столиц. Дальше мы легко и эмоционально игнорируем Брюссель, поддаваясь внутриевропейской критике бюрократии ЕС. Бюрократия ЕС – одна из самых эффективных бюрократий. Ее ругают не за то, что она делает, а за то, что она могла бы сделать. А мы не умеем работать с этой бюрократией. Мы забыли, как с ней работать уже лет 8-10 назад. И до этого мы никогда не умели этого делать. И в этой ситуации отношения с нашими соседями вообще остаются каким-то третестепенным элементом отношений. Когда Вы не обустроили спокойствие, стабильность на Ваших ближайших границах, у Вас в отношениях с Большим Западом не получится ничего. Вы будете думать, что это случайно так происходит, что там время от времени Вас раздражают из прибалтийских столиц или из Варшавы. Мы даже вот этот тренд поправения в Польше мы не можем использовать в тактических каких-то целях. Мы случайно этим воспользовались в Венгрии на каком-то этапе. А вот в Польше, видно, настолько отсутствует понимание внутренней жизни в этой крупнейшей центрально-восточноевропейской стране, что даже из тактических соображений мы этим не можем воспользоваться. Хотя риторика, поведение, попытки построить новую идеологическую картину Европы, мира и так далее в Москве и Варшаве, но если не на 100%, то зачастую на 90% в нынешней ситуации совпадают. Что, я еще раз говорю, с тактической точки зрения было бы выгодно. Поэтому вот этот элемент отношения с ближайшими европейскими соседями является важнейшим. Стратегически есть еще четвертый важный момент. Это все-таки, где, наверное, свою очень большую работу должны проделать наши западные коллеги. Может быть, совместно с нами. Это понимание вот этой евразийской... Слово на самом деле плохое. Все-таки я еще учился в университете в те времена, когда евразийский был ругательным словом, потом оно становится таким позитивным. На самом деле это очень небольшой период изменения коннотации этого термина из негативного или такого подозрительного, позитивного в российском политическом языке. Так вот, понимание реальных пределов, возможностей, или наоборот, очень серьезной стратегической глубины вот этой интеграции на части пространства бывшего Советского Союза и на то, как эти многосторонние усилия, которые уже сейчас определяют на самом деле экономическую жизнь в России и где-то корректируют даже ее внешнюю политику. Те же проблемы в отношениях с Минском или с Астаной, они проблемы не сугубо экономические, они проблемы в том числе зачастую несогласованные российских действий, на тех направлениях, где это, оказывается, ну, затрагивает интересы наших партнеров по Евразес. Так вот, до глубокого понимания анализа этих сюжетов и понимания, насколько евразийская интеграция сочетается с европейским интеграционным проектом, ну вот, до тех пор у нас вряд ли выстроится стратегическая картина отношений с Западом. Ну и последнее, что делать в этой ситуации, это у нас вторая вот подтема сегодняшней встречи, что делать экспертному сообществу. Экспертному сообществу, наверное, в ближайший год, если исходить из вот тех временных пределов, которые я обозначил в начале, наверное, стоит заняться таким достаточно активным, детальным прописыванием сценарий, концепции, и не просто вообще отношений России с Западом, но отношений на конкретных направлениях, отношений с конкретными институтами, конкретных регионах, субрегионах, с тем, чтобы когда усталость от кризиса будет совсем уже велика, и с тем, когда время даст свои поводы к изменениям, быть к этим изменениям готовым и опять не пропустить и не дождаться, когда окно возможности в очередной раз захлопнется, что мы на самом деле очень часто как раз и видим в отношениях России с Западом. Все.